В школе номер один прошел ежегодный фестиваль за здоровый образ жизни «Спасательный круг». Кроме всего прочего, его участники провели акцию памяти жертв Чернобыльской катастрофы, посвященную 30-й годовщине со дня трагедии. Упомянули организаторы и о предстоящем празднике Дня Победы. С подробностями Анна Оленикова. Победители и призеры различных творческих конкурсов, юные спортсмены, участники общественных городских организаций, представители молодежных субкультур – это те подростки, которые уже зацепились за свой спасательный круг и могут его кинуть утопающим товарищам. Сам пример выступления всех на сцене детей – это будет яркое доказательство тому, что здоровый образ жизни – это круто. Я думаю, что выступления этих ребят помогут остальным молодым людям подтянуться как-то, приобщиться к спорту, к искусству, к танцам, к вокалу, к пене, в общем, ко всему тому, что является созидательным духовно и что влияет на наше физическое и духовное состояние, рост и благополучие. Изначально спасательный круг планировался как фестиваль субкультур, но значение этих двух слов гораздо масштабнее. Оно охватывает весь спектр внеурочной занятости подростков. Спасательный круг – это метафора, которая в этом контексте означает увлечение, которое способно уберечь подростков от пагубных привычек. Мы за здоровый образ жизни – такой девиз сегодняшней молодежи. Интересно, что молодые люди нашего города не только посещают секции студии, но и вносят что-то свое. Так, например, Эльдар Жишкариани первым в Лабутнангах начал танцевать в стиле джим-стайл и создал свою группу этого малоизвестного направления. Пока людей в ней немного, но ребята ждут всех желающих присоединиться к их коллективу. Я, в принципе, хотел заниматься одним стилем танца, потом мне родители показали, вот есть такой стиль танца, попробуй заняться им. Я подумал, ну, хорошо. Занимаюсь около года, двух лет где-то так. И вот подумал, может открыть очень редкий стиль танца, поэтому... Своим примером активисты показали со сцены, как прекрасна жизнь без вредных привычек, подъездных тусовок и компьютерной зависимости. Этот концерт был призывом к тем, кто еще не определился с интересами. Таким подросткам ребята адресовали свое пожелание. Поскорее одуматься и найти себя в жизни. Может, это поможет в дальнейшем, поможет в будущем, и это станет основной профессией. Фестиваль «Спасательный круг» проводится в городе пока только во второй раз, но он обязательно станет традиционным и привлечет еще больше подростков, говорят организаторы. Ведь такие глобальные проекты, охватывающие все темы в одно целое, не должны оставаться в прошлом. С их помощью мы еще на один шаг будем ближе к светлому будущему. Анна Леникова, Кирилл Сементеев. Программа «Время местное». Продолжение следует... Продолжение следует...